Приготовление первых блюд в мультиварке служит настоящим подспорьем для хозяек. Применение этого чудо-устройства освобождает у ему времени и при этом позволяет получать оптимально насыщенный. Вкус блюд, достаточно лишь верно подобрать пропорции ингредиентов и своевременно переключать режимы работы мультиварки. Если в вашем сегодняшнем меню присутствует рассольник, не теряйте времени и принимайтесь за полезное и приятное занятие. Энтен Пепеп. Классический рецепт рассольника. Традиционная рецептура супа потребует присутствия следующих ингредиентов. Мясо 0,5 килограмма. Картофель 1 килограмм. Перловая крупа 4-5 ст ложки. Соленые или маринованные огурцы 2 штуки. Лук 3 средних луковицы. Морковь 2-3 штуки. Небольшого размера. Растительное масло 50-70 миллилитров. Огуречный рассол 1 ст. Черный перец 8-10 горошин. Соль по вкусу. Зелень петрушки и сметана для добавления при подаче на стол. Технология приготовления. Нарежьте мясо небольшими кусочками. Лук порежьте полукольцами, картофель, морковь, огурцы, брусочками. Перловую крупу промойте и замочите в холодной воде на 20-30 минут. Если вы хотите сократить время приготовления рассольника, заранее замочите перловку на несколько часов. В таком случае ее следует добавлять к основным продуктам за 10 минут до окончания готовки. Вылейте на дно чаши мультиварки растительное масло, добавьте лук и морковь, перемешайте и поставьте на режим выпечки на 20 минут. Положите в овощи мясо, картофель и перловку. Влейте рассол, добавьте воду, соль и перец. И оставьте на режиме тушения на 50 минут. Выложите в суп огурцы и тушите еще 10 минут. Рассольник готов. Подавайте блюда со сметаной и мелко порубленной зеленью. Суп-рассольник с маслинами и грибами. Этот рецепт отличается от классического тем, что в состав продуктов входят маринованные грибы, опятые или лесные благородные, и черные маслины без косточек. Зелень в этом случае не потребуется. 200 граммов грибов нарежьте небольшими кусочками и добавьте в суп спустя полчаса после начала тушения. 20-30 маслин порежьте наполовинки и положите в мультиварку вместе с солеными огурцами за 10 минут до окончания приготовления блюда. Добавление этих ингредиентов в рассольник значительно обогащает вкус супа, а дольки маслин служат дополнительным украшением первого блюда. Пикантный рецепт рассольника неповторимой пикантности рассольнику придадут три сорта добавленных к основным ингредиентам мясных копченостей, а также присутствие свежей пряной зелени. Кинзы в готовом блюде. Из копченостей вполне подойдут пара свиных ребрышек и по 150 граммов грудинки и любой сырокопченой колбасы. Ребра порубите на три части, колбасу и грудинку порежьте соломкой. Добавьте ингредиенты в мультиварку вместе с мясом. По окончании приготовления рассольника, всыпьте в суп мелко нарубленную зелень кинзы и оставьте на режиме подогрева на пять минут. Аромат готовящегося пикантного рассольника начнет привлекать ваших домочадцев в кухню задолго до окончания готовки. Как видите, любое, даже самое обычное, на первый взгляд, блюдо вполне. Можно превратить в настоящий шедевр кулинарного искусства, достаточно лишь любить готовить и уметь творчески подходить к этому увлекательному процессу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока!